Добрый вечер, уважаемые председатели, уважаемые коллеги. Мы хотели бы представить вот один интересный случай применения брафингибиторов у пациента с сфотографичной саркомой. Пожалуй, прежде чем рассказывать про саму саркому, мне хотелось бы рассказать про сам случай и дальше уже перейти к обсуждению. Итак, пациент обнаружил у себя заболевание в марте 2014 года. Это был небольшой узел размером до 1 сантиметра на правом бедре под кожей. И в связи с ростом узла пациент обратился к врачу, и 29 апреля 2014 года было выполнено иссечение узла и морфологически установлен диагноз светлоклеточной саркомы. Пациент наблюдался, был выявлен в рецидив уже через 2 месяца, и проведена лучевая терапия данного рецидива в суммарно-очаговой дозе 50 ГРЭЙ. Однако, несмотря на проведенное лечение, наблюдалось дальнейшее прогрессирование заболеваний, появление метастазов в легких. Мы попытались пациенту сделать стандартную терапию, о чем уже говорил Юрий Игоревич, это химиотерапия дуксорубицином и мифософамидом в соответствующих режимах. Однако это не возымело эффекта, очаги в легких увеличивались в размерах, в количестве, то есть имело место прогрессирование процесса. Поскольку форма светлоклеточной саркомы достаточно редкая, мы проводили консультации и с коллегами, в том числе и с зарубежными коллегами, в попытках более точно дифференцировать это заболевание. И в ходе проведения молекулярно-генетического исследования, кроме отсутствия типичных транслокаций, характерных для светлоклеточной саркомы, были выявлена мутация в гене БРАФ, что позволило предположить наличие не светлоклеточной саркомы, а все-таки меланомы с мутацией БРАФ, и назначить специфичный для этой мутации препарат виморофеним, который является селективным ингибитором мутированного БРАФ. И на фоне этой уже терапии был достигнут полный регресс заболевания в легких, и пациент получает терапию на сегодняшний день. Вот клиническая картина очагов до лечения, и уже через 8 недель от начала лечения мы видим выраженный лечебный эффект, и, естественно, это отразилось на общем состоянии пациента. И в связи с этим хотелось бы обсудить несколько ключевых вопросов. Во-первых, это вопросы дифференциального диагноза, во-вторых, это вопросы определения чувствительности вообще к терапии. То, о чем уже здесь говорилось в предыдущих уступлениях. Вообще диагноз светлоклеточная саркома, энзологическая эта форма была выявлена в 70-х годах, когда впервые были выявлены формы саркомы со светлыми клетками, которая обычно наблюдалась на конечностях, характеризовалась связью обычно с каким-либо из апоневрозов, и составляла примерно 1% от всех сарком мягких тканей. То есть, по сути, это афанное заболевание, чрезвычайно редкое. Однако уже в конце 70-х, начало 80-х годов было выявлено сначала нейроэндокринная дифференцировка этой саркомы, потом были выявлены гранулы мелатонина в саркомах, что позволило даже предложить для этих сарком термин, такой термин, как меланома мягких тканей. Мы в таких сложных дифференциально-диагностических случаях сейчас привыкли полагаться на результаты иммуногистохимического исследования. Однако для данной опухоли особенностью является то, что и при меланоме, и при светлоклеточной саркоме иммуногистохимический профиль практически одинаков. Все одни и те же дифференцировочные антигены, все антигены, которые подтверждают нейроэндокринный характер дифференцировки, наблюдаются и там, и там. И у нашего пациента, в принципе, мы видели тот же самый профиль. Поэтому в соответствии с международной классификацией болезни, патологоанатомически, единственным способом, собственно говоря, и то не абсолютным, дифференцировать, привести какие-то различия между меланомой и светлоклеточной сарком, является наличие вот этих транслокаций в генах, где в результате хромосомных аномалий получается фьюжн белки между генами саркома Юинга и либо белком АТФ, либо белком КРЭП. Но в любом случае все это приводит к нарушению регуляции протеиномет, отвечающего за метастазирование и за злокачественный потенциал опухоли. Вот такие транслокации, в принципе, наблюдаются до 90% в светлоклеточной саркоме. При меланоме они не наблюдаются. У нашего пациента этого тоже не было. Однако у нашего пациента была выявлена мутация BRAF, которая, как мы знаем, в меланомах, особенно с локализацией наконечности, выявляется примерно в 50-60% случаев и является маркиром чувствительности к таргетной терапии, в частности, к BRAF-ингибиторам. Ввиду редкости заболевания при светлоклеточной саркоме мне не удалось найти каких-то описаний частоты мутации. Однако единичные случаи описаний в целом при саркоме мягких тканей и мутации BRAF они были. Тем не менее, наличие такой мутации является поводом для назначения веморфенибы и поводом ожидать высокой эффективности лечения. Если говорить в целом о распространенности этой мишени, то такой подход изучался уже на многих заболеваниях. Здесь перечислен список тех публикаций, которые есть в отношении назначения BRAF-ингибиторов при наличии мутации BRAF и успешного лечения тех или иных пациентов. При меланоме ингибитор зарегистрирован, при всех остальных заболеваниях он использовался. Есть один из случаев клинического применения, но при колоректальном раке его не зарегистрировали ввиду не такого большого успеха, как при меланоме, но при всех остальных заболеваниях можно применять. И в целом такой большой список и такой перечень позволяют предположить, что в принципе наличие мишени, наличие мутации в важном сигнальном пути, который участвует в патогенезе злокачественной опухоли и доказано имеет драйверный характер мутации, тем более при наличии препарата имеет смысл проверять, особенно при редких заболеваниях, делать скрининг на такие мутации и применять такие препараты. В заключение короткого сообщения хотелось бы сказать, что дифференциальный диагноз между светлоклещенной саркомой и меланомой требует безусловно генетического исследования, и на этом надо обращать внимание. Если есть такой диагноз, все-таки его стоит проводить, потому что это совершенно разное лечение. И при таких редких заболеваниях, и при светлоклещенной саркоме в том числе, целесообразное использование маркеров чувствительности к таргетной терапии в рамках того же генетического исследования. Спасибо за внимание.